ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спонсор выпуска – Новосибирская областная федерация дзюдо. Дзюдо – философия мягкого пути, искусство повседневной жизни и хранилище бесценных национальных традиций. Дзюдо – вежливость, смелость, искренность, скромность и самоконтроль. Дзюдо – физическая сила, ум и благородство. Федерация дзюдо Новосибирской области – это более 3000 спортсменов и 40 клубов, в которых работают 80 тренеров. Дзюдо – кратчайший путь к победе. Дзюдо – это твой выбор. Сегодня в программе. И вновь дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза ХОВА под управлением молодого водителя. В этот раз в столкновении пяти автомобилей, в том числе и кареты скорой помощи, погибли два человека. Почти половина всех ДТП на автомобильных дорогах происходит из-за ненадлежащего их состояния. Насколько тщательно дорожные службы Новосибирска следят за этим и как нашу безопасность во дворах обеспечивают управляющие компании. Бук-фаворит «Триумф» – эти российские зенитно-ракетные комплексы и системы знают во всем мире, а производят их полностью или частично на новосибирском предприятии НИИ измерительных приборов Новосибирский завод имени Коминтерна. Один из ведущих специалистов этого предприятия получил государственную награду. Эти и другие материалы смотрите в выпуске. То, что на автомобильных загородных магистралях, отличающихся большими скоростями, в том числе и большегрузных фур, аварии, как правило, бывают с тяжелыми последствиями, статистика давно доказала. Чаще такие ДТП случаются с машинами, движущимися во встречном направлении. Реже бывают и другие ситуации, но того не менее трагичные. Очередное дорожно-транспортное происшествие в Новосибирской области произошло на трассе Иртыш. Пять автомобилей, включая грузовики и карету скорой помощи, попали в настоящий замес. Погибло два человека, есть травмированные. Вот как прокомментировали ДТП полицейские и в Министерстве здравоохранения области. 25 октября трагедия разыгралась около 16.30 на 1421-м километре федеральной автомобильной дороги Р-254 Иртыш на территории Коченевского района Новосибирской области. В ДТП попали пять автомобилей. Два тяжелых грузовика самосвала, Хова и Ман, а также внедорожник Ниссан, легковая Тойота Королла и машина скорой медицинской помощи. После того, как в машину с Красным Крестом на полном ходу въехал большегруз Хова, от нее практически ничего не осталось. То, что это была карета скорой помощи, можно было догадаться только по отдельным фрагментам транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 35-летний водитель и 31-летний пассажир, находившийся на переднем сидении скорой помощи. Двое других пассажиров скорой, женщины в возрасте 33 и 38 лет, получили травмы различной степени тяжести. Также в медицинское учреждение госпитализирован 25-летний водитель автомобиля Хова. Все транспортные средства участники ДТП двигались в попутном направлении со стороны Омска в Новосибирск. В момент дорожно-транспортного происшествия было светло, а асфальт сухой и не скользкий, то есть без наледи, что вполне возможно в это время года. Но, видимо, 25-летнему водителю большегруза Хова, который и является предполагаемым виновником аварии, для правильной оценки дорожной обстановки чего-то не хватило. Может быть, опыта. Вообще, в последнее время комбинация молодой водитель и многотонный грузовик Хова показывает себя с печальной стороны. Совсем недавно мы рассказывали о том, как 21-летний водитель такого же самосвала в Новосибирске на полном ходу врезался в рейсовый автобус, стоящий на остановке. И вот опять, похоже, точно такая же ситуация. Теперь вот две женщины и пассажирки скорой помощи, одна из которых медицинский работник, вторая беременная пациентка, находятся в больнице. В настоящее время в лечебных учреждениях Новосибирской области находятся две пострадавшие в этой аварии. Одна из женщин проходит лечение в отделении реанимации Коченевской ЦРБ. Состояние ее оценивается как крайне тяжелое. И еще одна пострадавшая проходит лечение в областной клинической больнице. Также в отделении реанимации. Состояние ее тяжелое, но стабильное. Молодого водителя Хова уже выписали из больницы. Но, говорят медики, ушел он не сам и, видимо, не домой. Из лечебного учреждения его припроводили сотрудники правоохранительных органов. Видимо, детали, хронология и обстоятельства этого ДТП для следователей становятся уже понятными. Возбуждено и уголовное дело по статье «Нарушение лицом управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Вот уж, воистину, преступная неосторожность. Не секрет, что почти половина всех ДТП на автомобильных дорогах происходят по причине ненадлежащего состояния проезжей части. Если летом это главным образом выбоины и ухабы, то зимой к этому добавляются снег и гололед. Поэтому от того, насколько тщательно дорожные службы следят за этим, напрямую зависит и наша с вами безопасность. Ведь в дороге мы проводим достаточно много времени. Снегопады последних дней добавили немало проблем автомобилистам Новосибирска. Дорожная снегоуборочная техника, заверяют власти города, работает в полную силу и достаточно эффективно. Чтобы проверить это, мы прокатились по ночным улицам и магистралям сибирской столицы. А днем посмотрели, как управляющие компании убирают сосульки с крыш и снег с придомовых территорий, обеспечивая нам безопасность в наших дворах. Все подробности прямо сейчас. Самые расчищенные дороги, наверное, как и положено, оказались в центре Новосибирска. За зданием мэрии трактор даже тротуары освобождал от недавно выпавшего снега. И даже очень тщательно. Правда, если отъехать от мэрии километра на 2-3, то картина уже совсем другая. По тротуару уже ни пройти, ни проехать. Там даже грузовик застрял. Видно, что в этом сезоне данного девственного сугроба еще не касалось ни лопатодворника, ни нож трактора. Хотя невдалеке, на Магистральной улице, уже опять все хорошо. Вообще, снегоуборочной техники и различных тракторов, автомобилей со снежными отвалами и грейдеров этой ночью было немало. Работаете в основном по ночам, да? Нет, и днем, и ночью. Ночью много машин, техники выходят? Много. Вся, какая есть в наличии. Вообще вся? Да. Вот как снегопады начались, так и работаете, да? Да, так и работаем. Понятно. А целиком от погоды ваша работа, вот ночная, зависит? Да нет, сейчас погода, если восстановится, значит, начнем снег убирать тот, который выпал уже, вывозить. Несмотря на то, что обильные снегопады в Новосибирске только начались, запущенность на дорогах города уже становится заметной. К примеру, это днем очень оживленная улица, а в полтретьего ночи практически пустынная, сможет пережить без уборки, наверное, только пару хороших снегопадов. Появится колея, и проезжая часть начнет сужаться. И, похоже, такая участь ожидает большинство дорог, которые, по мнению ответственных лиц, имеют второстепенное значение. Однако для автомобилистов вопрос второстепенности проезжей части весьма субъективен. Если тебе приходится в силу каких-то причин каждый день ездить по данной дороге, то именно она для тебя и главное. Несмотря на некоторую недочищенность, мэрия рапортует о своих достижениях в уборке улиц. К примеру, то, что только за две смены 26-27 октября ДЭО вывезли почти 17 тысяч кубометров снега. Видимо, этого все же недостаточно. И мы выяснили, почему. Техники у нас много, самославов мало. То есть вот самой снегоуборочной техники хватает, да? Хватает. А вывозить проблемы? Да. Самославов мало. Однако в информации, которую мэрия Новосибирска распространила 27 октября, об этой проблеме нет ни слова. Есть только общая цифра по количеству техники, работавшей на улично-дорожной сети города – 520. В дневную смену – 233 и в ночную – 287 единиц зимней уборочной техники. А почему эта техника простаивает, вроде как и знать никому не надо. Но, как известно, где тонко, там и рвется. Останется ли вывоз снега слабым звеном у новосибирских дорожников, автомобилисты, скорее всего, узнают уже после следующих снегопадов. А вот почему дворников не хватает и техники для уборки снега во дворах и борьбы с сосульками, уже интересовались представители городской жилищной инспекции и специалисты мэрии. Руководители управляющих компаний Ленинского района Новосибирска объясняют, снегопады заставили работать в экстренном режиме. Пришлось выводить снегоуборочную технику и уговаривать дворников трудиться сверхурочно. Однако рабочей силы все равно не хватает. В идеале на каждый дом нужно по дворнику, но для нашего города это из области фантастики. Один человек может обслуживать от двух до пяти домов. За те деньги, которые платят собственники, многие тихо не хотят на это. Это неблагодарная работа, будем говорить, дворники. В основном работают люди, будем говорить, азиатских стран. Они еще как-то снисходительно относятся к тем деньгам. По итогам трехдневной проверки городские власти оценили ситуацию с уборкой дворов новосибирских как удовлетворительную. Однако многие горожане с таким мнением не согласны. Люди утверждают, что идеально очистят дворы и крыши лишь там, где ждут проверяющих. Вообще не чистят во дворах. Вчера только ползла по льду на улице Мера. Спас один. Ползла по колено, скользишь и думаешь, вот-вот. Мне вообще не чистили ни по дворах, ни тротуары. Я ходила в дом управления. Позавчера буквально сказала, почистите около дома. Ребенок падает, идет в школу, внучка. Мне ответили. Мы вам позвоним. У него четыре дома. Он не успевает. Прошло два дня, однако то же самое. Пожалуй, единственный способ нормализовать ситуацию – это проводить плановые и внеплановые проверки хотя бы раз в неделю. Причем в разных дворах и желательно без предупреждения. Чтобы не приходилось новосибирцам после каждого снегопада ходить и ездить по своему двору, как по полосе препятствий, что далеко от комфорта и безопасности. Коротко о том, что еще произошло на минувшей неделе в нашем видеообзоре. Вечером в офис фирмы по выдаче микрокредитов, расположенном на проспекте Дзержинского, зашел мужчина, как тут же выяснилось, чтобы совершить разбойное нападение. По крайней мере, именно так можно было понять его поведение. Камера записала, как, угрожая работнику офиса пистолетом, неизвестный потребовал отдать ему все имеющиеся деньги. Однако женщина успела незаметно нажать кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники частного охранного предприятия пресекли действия злоумышленника и вызвали полицию, сотрудники которой изъяли у него орудие преступления – пневматический пистолет калибра 4,5 мм. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия». Ранее 33-летний житель Ленинского района уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка задержали подозреваемого в торговле героином и в крупном размере. Ранее несудимого жителя Ленинского района Новосибирска 1987 года рождения полицейские взяли в Октябрьском районе с поличным. Мужчина приехал забирать оптовую закладку, которая была закамуфлирована под пакет из-под сока. Как установили оперативники, задержанный с помощью мессенджеров получал сообщение о расположении оптовой закладки наркотиков, затем самостоятельно фасовал на разовые дозы и сбывал во всех районах города. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе личного досмотра гражданина сотрудники полиции обнаружили и изъяли у подозреваемого 527 граммов героина, который задержанный намеревался сбыть в Новосибирске. Бездумный маневр, который совершил водитель микроавтобуса Toyota Highs, привел к столкновению с байком нашего коллеги, видеооператора Максима Гуляева. Все это произошло в Новосибирске, в районе Винаповского моста еще в июле, и оказалось зафиксированным беспристрастным видеорегистратором случайного автомобиля. В том числе и эта запись позволила следствию возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека. В ходе следствия установлено, что водитель автомобиля Toyota Highs, двигаясь по Винаповскому мосту в нарушении требований правил дорожного движения, начал разворот от правого края проезжей части, не уступив дорогу мотоциклу Кавасаки, следовавшему в крайнем левом ряду в попутном направлении. При осуществлении разворота водитель Toyota совершил столкновение с мотоциклом, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. Задержанному водителю Toyota предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушения лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекший по неосторожности смерть человека. Предварительное расследование по уголовному делу окончено, и обвинительное заключение уже утверждено прокурором. Теперь это уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Новосибирска. Максимальное наказание предусмотрено этой статьей – лишение свободы на срок до 5 лет. Финальные соревнования «Лучшая спортивная полицейская семья» прошли в Новосибирске. Участие в них приняли 9 команд, ставших лучшими на отборочных зональных этапах. За победу боролись представители Краснозерского, Черепановского, Чулымского, Зальцовского, Калининского, Октябрьского районов города Бердска, а также отдела полиции на метрополитене и полка патрульно-постовой службы полиции. Участники конкурса соревновались в скорости, координации, меткости. И приходилось бегать и кувыркаться, прыгать со скакалкой, попадать мячом в корзину, удерживать на бегу теннисный шарик на ракетке и многое другое. В этом году был добавлен и новый этап, в котором сотрудникам полиции предстояло на скорость одеть портупейско-бурой и форменную кепку, снарядить патронами магазин, собрать пистолет и добежать с ним до своей команды. Соревнования получились веселыми и азартными. Спорт – это движение, движение – это жизнь. А здесь у нас еще одна цель преследуется. Это, конечно, сплочение коллектива. Это, наверное, показать ценность семьи. А лучшей стала семья полицейского сотрудника краснозерского изолятора временного содержания Михаила Катражнова. Один военный и политический деятель заявлял, военных сил недостаточно для защиты страны, между тем, как страна, защищаемая народом, непобедима. Наверное, он прав. Однако военный или оборонный потенциал государства в наше время тоже дорогого стоит. Главным образом, как аргумент сдерживания различных вражеских агрессий. Поэтому и российский оборонно-промышленный комплекс в последнее время не сказать, чтобы процветал, но без заказов точно не остается. А если учесть, какие талантливые конструкторы трудятся на предприятиях УПК, то становится понятно, почему российская военная техника считается лучшей. К примеру, «Бук», «Фаворит», «Триумф» – эти российские зенитно-ракетные комплексы и системы знают во всем мире. А производят их полностью или частично на новосибирском предприятии. НИИ измерительных приборов «Новосибирский завод имени Коминтерна». Видимо, успехи наших сибирских конструкторов стали так заметны, что один из ведущих специалистов получил государственную награду. Наша съемочная группа побывала на предприятии и ознакомилась с ассортиментом его продукции. Как действуют зенитно-ракетные системы С-300, С-400, хорошо видно из презентационного фильма. За работой этой техники, кстати, признанной во всем мире как выдающейся и часто не имеющей аналогов, стоит труд инженеров и конструкторов предприятия НИИ измерительных приборов «Новосибирский завод имени Коминтерна». В настоящее время он входит в корпорацию «Алмаз-Анте» и является объединенным предприятием, что понятно из названия. Радиолокационные станции обнаружения для комплексов «Фаворит» и «Триумф» полностью или частично делают именно здесь. Видимо, за эту работу одному из ведущих специалистов завода вручили государственную награду. За большой вклад в разработку и создание специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд награжден медалью Ордена и заслуги перед Отечеством второй степени Щёпотов Анатолий Павлович, руководитель группы научно-технического отдела акционерного общества неизмерительных приборов «Новосибирский завод имени Коминтерна». Вручил награду полпредпрезидента России в Сибирском федеральном округе Сергей Миняева, который заметил. То, что сотрудники трудового коллектива или их работа отмечается государственными наградами, это говорит о значимости предприятия и о том, что продукция предприятия, она имеет значение для нашего с вами государства. Далее полпред ознакомился с производством. Журналистам тоже показали один из цехов завода. Правда, кроме нескольких обрабатывающих станков, там ничего не оказалось. Как будто он для того и существует, чтобы его показывали разного рода гостям. Предприятие неплохое, раз концерн сам по себе сегодня, он ведущий. И то, что предприятие выпускает такие изделия, о которых вы, наверное, слышали, это комплексы, которые обеспечивают безопасность нашей страны. И то, что аналогов нет, в том числе и построение таких комплексов, я думаю, это большое-большое преимущество. Сегодня предприятие работает по гособоронозаказу стабильно. Сюда на предприятие в последнее время даже молодежь стала подтягиваться. Вузы начали готовить специалистов специально для неизмерительных приборов новосибирского завода имени Коминтерна. Работы здесь много и она интересная. И гендиректора готов наградить гораздо больше, нежели одного своего сотрудника. Награды достойны практически каждой второй, я не побоюсь этого слова. Потому что мы занимаемся уникальным делом и разработкой, и производством уникальных изделий, которые востребованы, они востребованы как Министерством обороны Российской Федерации, так и на заказчиков. То есть мы успешно поставляем на экспорт. Экспорт – это валюта, это всегда хорошо и для бюджета, и для страны. То, что где-то здесь производят современные радиолокационные станции, другую военную технику, не было даже намёка. Сборочное производство или готовые изделия журналистам не показали. Военную тайну никто не отменял. Но удалось порадоваться разве что в музее предприятия. Макеты там оказались даже подвижные, а здания на территории завода приветливо светились. Вот такая она российская оборонка. Всё блестит только на макетах, а современное производство надёжно прячется за неприглядными фасадами. Видимо, для этой отрасли обёртка не главная. Важен в первую очередь конечный результат. Один мудрый человек заметил – военное дело – первое из мирских дел, яко важнейшее для обороны своего Отечества. Смотрите программу безопасности на канале ЭНСК-49. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова